Самоуправство да и только. Именно так говорят пассажиры авиакомпании «Ютейр», которые отправляются за пределы Ненинского округа с детьми. Дело в том, что теперь рассадкой пассажиров в самолете занимается не регистратор, а так называемая система. Для того, чтобы родители во время полета находились рядом со своими детьми, приходится платить. С проблемой при распределении мест в самолете столкнулась Оксана Кусакина. Молодая мама провожала своего малолетнего сына с бабушкой на отдых. При регистрации бабушку и внука рассадили за пару рядов друг от друга. Моего ребенка посадили через два ряда от бабушки. Я считаю, это незаконно, неправильно. Это просто как может быть ребенок, которому два года, одиннадцать месяцев, сидеть вообще на сиденье сам с какой-то чужой дядей, тетей. Ему даже помощь никто не окажет. Я уже не говорю о том, как сходить в туалет, водички, покушать. Ну да, вот и тому подобное. Тогда работники аэропорта в Наринмаре пошли навстречу Оксане и посадили пассажиров вместе. Впрочем, столкнувшись с такой проблемой, Оксана Кусакина решила вооружиться законами при следующем перелете. И не зря. Аэропорт, регистрация и опять разные места. На регистрации сейчас, конечно, нам сказали, что до Москвы места рядом есть. В Москве регистратор уже не в силах что-то сделать и предпринимать. Там, как она объяснила, с Москвы до Краснодара уже выдает систему. Ну, естественно, как бы, постараясь культурно обсудить эту ситуацию, озвучила законы, озвучила приказы, попросила по-человечески. Впрочем, если эта ситуация разрешилась, чему, возможно, поспособствовало присутствие нашей камеры, то на следующий рейс рассадкой пассажиров вновь занялась система, благодаря которой молодая мама Татьяна Чупрова с ребенком-инвалидом оказались в разных рядах самолета. Мы, получается, пошли на регистрацию. Я получила посадочные талоны, но не посмотрела даже места пока что. Вспомнив некоторые посты в мамочках Наринмара, решила посмотреть. Оказалось, что у дочки 11 ряд, у меня 12. И так оказалось, что у многих в самолете поменено. Семьи разбросали, там у кого-то отдельно мужа посадили, у кого-то тоже ребенка отдельно посадили. Хорошо, что у нас отзывчивые люди в городе и согласились пересесть и поменяться местами. Множество подобных обращений от пассажиров поступает уполномоченным по правам ребенка в северо-западном округе. Мой коллега с Мурманской области, он сразу предложил, что давайте составим. У него то же самое было. Он столкнулся с этой ситуацией, было обращение. Он составил обращение соответствующие органы. И мы все согласились и все поддержали его. Это обращение сейчас уже ушло, я так понимаю, в те инстанции, которые способны решить эту проблему. Это полное безобразие. Я считаю, что можно так сказать наживаться на этом. Это не очень хорошо. Не все семьи могут позволить себе даже 300 рублей эти доплатить за место. На неоднократные жалобы пассажиров представитель авиаперевозчика отвечает. Политика компании поменялась. Теперь места платные. У нас сейчас места стали все платные. То есть 299 рублей стоит место. Если вы хотели возле окна, либо же полупрохода. Соответственно, система, она, если же билеты приобретены не в одной броне, она видит, что это пассажиры, это два разных пассажира. То есть и рассаживает полупорядок. Вот. Если же мать хочет сидеть рядышком со своим ребенком, они просто подходят до регистрации. Вот. И мы делаем предварительную рассадку. Впрочем, на деле все выходит не так радужно, как говорят представители авиакомпании.